Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я к вам спешу с видео про утреннюю рутину, точнее про ту утреннюю рутину, к которой я хочу прийти сейчас. Жизнь штука сложная, и все время двигаться вперед с улыбкой и стаканом смузи в руках, не просто даже если этого очень хочется. Но если не ставить себе цель изменить свою жизнь в сторону мечты, то ненасытной рутинам быстро все съест. Поэтому погнали! Доброе утро! Новый прекрасный день! И открыв глаза, я решила, что буду тратить 5 минут на паузу. Молитву, медитацию, просто благодарность вселенной, судьбе, кому угодно, за все то, что есть и происходит сейчас в моей жизни. Не зря многие религии в мире практикуют начало дня с молитвы. Я верю, если мы каждое утро будем начинать с короткой паузы и настройки на то, что важно именно для нас, наш день и наша жизнь начнут складываться совсем по-другому. Вы знаете, я не люблю просыпаться одновременно со всеми членами семьи. Я люблю вставать раньше. Но в последнее время все происходит именно так. И сейчас, когда световой день увеличивается, солнышко встает раньше, я поняла, что я хочу перемен. Так как мне захотелось перемен в жизни, я решила начать с малого. С привычки начинать свой день по-другому. Ну а теперь, как все советуют, я выпиваю стакан воды вместе с лимоном. Мне всегда казалось, что лимон, огурчик в воде, это какая-то вообще глупость, и я никогда не добавляла. А сейчас начала, и мне так понравилось, и вода реально стала вкуснее. Хочу попробовать еще с имбирем и с медом. Сделать такую водичку себе с утра. Ну вот с лимончиком мне прям очень понравилось. Ну а дальше тратим 20 минут 30 на спорт. Тренировку можно найти сейчас в интернете, в свободном доступе, в ютубе очень много тренировок. Главное желание. И, к сожалению, если мы хотим быть не только красивыми, но и здоровыми, энергичными людьми, то от регулярного спорта нам все равно никуда не деться. Это самое главное, оно очень полезен для здоровья. Но понятно, что мы все устроены по-разному, и не каждому из нас подходит спорт в утренние часы. Но мне эта привычка нравится, она меня абсолютно устраивает, попотеть до завтрака. И, кстати говоря, я думаю, многие из вас знают, что занятие спортом с утра – это одна из главных привычек успешных людей. И психологи, кстати говоря, обосновали эту связь. Они объясняют это эффектом, который спорт оказывает на наш организм. Улучшается питание тканей, клеток мозга в том числе. Повышается уровень энергии, сфокусированность. В общем-то, что улучшает эффективность в течение дня. И способность быстрее достигать успехов в самых разных делах и вопросах. Вот это точно после занятия спортом я чувствую себя не уставшей, а наоборот взбодрившейся и энергичной. А теперь время душа, конечно же, после занятия спортом освежиться. Но это не просто душа. Сюда я добавила еще 90 секунд, которые наполняют энергией весь мой день. Закончив такие гигиенические процедуры, мы выворачиваем регулятор температуры в сторону холодной воды до упора и считаем за 30. Пока холодная вода приводит нас в чувство. После этого возвращаем кран в сторону горячей воды и считаем опять 30. И мы чувствуем, как температурный шок от ледяной воды отступает. И потом, досчитав 30, мы снова выворачиваем в сторону холодной воды и снова считаем 30 секунд. После этого выключаем воду и быстро растираемся полотенце. Вот я вам обещаю, прилип энергии вы почувствуете незамедлительно. Ну и не менее приятный бонус, это то, что контрастный душ улучшает. Иммунитет повышает работоспособность, улучшает концентрацию, память, улучшает упругость кожи и лично мне поднимает настроение и заряжает энергией до самого вечера. Ну и конечно же поухаживаем девочки за собой с утра. Я сделала такой вывод, по крайней мере для своей кожи, они очень проблемные, да, еще не возрастной. Для меня главная регулярность. Не так важны средства, которые я ношу. Главная регулярность, регулярный уход, масочки, скрабики, умывание, очищение, тонизирование и так далее. Я, кстати говоря, раньше не очень любила вот эти вот все какие-то гигиенические процедуры с лицом, но делала потому, что нужно было. А сейчас я прям реально получаю кайф от того, что я на себя наношу масочку, скрабиком лицо, да, поскрабила. Не знаю, что это, взрослею, старею. И многие говорят, любите себя такая, какая вы есть, вот естественная. Но я себя чувствую гораздо лучше, увереннее, энергичнее в течение дня, если я сделаю себе укладку, которая мне нравится, если я себе сделаю макияж, даже если я нахожусь дома, нанесу на себя какой-нибудь аромат, да, вот я себя чувствую тогда просто на миллион процентов. В этой приятной утренней рутине для себя, ну куда же без домашних дел, поэтому заправляем кровать. Кстати говоря, заправленная кровать, она тоже создает правильный настрой. И, знаете, заправил кровать и уже в комнате порядок, и кажется, что комната готова к новому дню. Вы видите у меня постельное белье с этими завязками. Это, конечно, очень красиво и интересно, но имейте в виду, что вам придется завязывать эти завязки каждый день, потому что после ночи, я не таким образом, и на подушках, и на одеяле все эти завязки развязываются. Ну а сейчас мы будем с вами сверяться с целями. Лучший способ не забывать о том, что вы решили изменить свою жизнь, это сформулировать какие-то цели. Я это сделала в начале года. Написать их на листочке бумаги и повесить на видное место, положить ежедневник, и каждое утро перечитывать все, что вы определили для себя как вектор движения. Определитесь тем, какой именно сегодня шаг в сторону вашей новой жизни, вашей мечты вы сделаете. Это может быть что-то маленькое, или может быть что-то большое, важное, или промежуточное. Это не важно. Главное что-то делать. Как говорится, дорогу осилит идущий. И самое главное, не забывай делать шаги на своем пути. Ведь именно так мы чаще всего избиваемся с целей. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а теперь самое время приготовить вкусный завтрак. Он может быть у вас очень полезным, правильным, или может быть тем приемом пищи, который вы позволяете себе съесть какое-то лакомство, вкусняшку, то, что вы очень-очень любите, то, что вам повышает настроение и заряжает вас на целый день вперед. У моих детей сегодня запеканка. А для мужа я решила приготовить омлет с овощами, ну а у меня будет просто гранола с вкусным йогуртом. Сейчас я приготовлю для всех завтрак, потом будем поднимать детей, кормить завтраком, умывать, причесывать, одевать и собирать на занятия. Добавляю для всех завтрак, потом будем поднимать детей, кормить, 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 кормить. Знаете, почему я время от времени что-то хочу менять в своей жизни? Потому что я, наверное, так же, как и большинство людей, впадаю в такое состояние, которое психологи называют режим выживания. Это то состояние, в котором проводят свои дни подавляющие части, мне кажется, людей, современных мегаполисов, современных городов. Знаете, такой режим выживания, когда ты работаешь на износ, занимаешься полностью детьми, домом, еще чем-то. Ты постоянно решаешь какую-то бытовуху, рутину, текущие проблемы, которые не заканчиваются, которые валятся просто как снег на лопату дворника. И, в общем, не оставляет возможности взять паузу и подумать, а вообще все ли в порядке в твоей жизни и куда ты вообще идешь. Поэтому вот это состояние отнимает у нас время, силы. И вот главная ловушка, да, которой я понимаю, что я думаю, вот сейчас дети подрастут, да, вот сейчас я там сделаю то-то, сделаю то-то и тогда вот заживу. Хотя на самом деле это состояние становится нормой и это просто самообман, да. Я замечала, что проходит один этап и ничего не меняется. Поэтому из такой рутины, да, из такого режима выживания нужно себя самому вытаскивать просто клещами и создавать жизнь, чтобы жить здесь и сейчас. Меня, знаете, всегда как бы так вот встряхивает выражение профессора. Я однажды его прочитала и поделюсь сейчас с вами. Если вы не будете задумываться о завтрашних днях, то в какой-то момент они подойдут к концу. И все, что у вас останется, куча бессмысленных прожитых дней вчерашних. Вот она меня очень мотивирует доставать себя из рутины, из этого режима выживания, да, и ожидания, что сейчас что-то закончится и тогда вот начнется. Я хочу жить здесь и сейчас, проживать, даже пускай там декрет, еще что-то, маленькие дети, но я хочу запоминать эти дни и я хочу вносить какой-то небольшой кайф, удовольствие для себя вот в эти вот рутинные дни. Понятно, что у нас не всегда есть время как-то красиво и вкусно готовить. Мы можем завтракать на ходу, да, пока дети завтракают, параллельно заплетать им косички, собирать их на занятия в школу и так далее. Но хотя бы иногда, хотя бы раз или пару раз в неделю нужно устраивать и что-то для себя. Да, вкусно покушать, да, вкусно накрыть на стол, красиво накрыть на стол, чтобы вот такие приятные моменты, да, вроде бы мелочь, но они были в нашей жизни. И это не так сложно и самое главное, что это в наших руках. Просто бери и делай. Давайте пробовать проживать свое утро по-новому вместе со мной. И я думаю, что мы увидим вместе с вами, как наш день будет складываться совсем по-другому. Обстоятельства властвуют только на теме, кто плывет по течению. Поэтому, девчонки, давайте делать шаг из рутины и пусть это течение будет подстраиваться под нас. С добрым утром! Субтитры сделал DimaTorzok